Радио 54 Очень часто родители, они начинают как-то к детям испытывать невероятный интерес, когда вдруг происходит какое-то событие, у них зашкаливает тревога, или там прошло классное собрание какое-то, кто-то там накрутил или прочитал какую-то книжку, понял, что всё, по отцовству, материнству у него там, ну, тройка с натяжечкой в лучшем случае, всё, и вот тогда, прямо сейчас надо всё немедленно исправлять. Ну, дети такое чуют сразу же и немедленно. Они либо начинают чувствовать свою такую власть, ну, то есть вот сейчас твоё эмоциональное состояние в моих руках, и отыгрываются за свои какие-то обиды, за какие-то там промахи родительские, либо они очень закрываются, потому что, ну, действительно, вот как ты сказал, чувствуют себя как на допросе. Поэтому если вдруг вас обревает тревога по поводу того, там, плохой ли вы родитель или хороший, там, не выпускаю ли я что-то важное, вот сначала поработайте со своей тревогой, там, пообщайтесь с родителями подростков, поймите с другими, что вот тут, в общем-то, у вас какая-то общая такая история, к психологу сходите, потому что излишняя напряжённость в отношениях, она очень нехороша. Часто детей цепляют эмоциональные истории. Ну, то есть вот когда ты рассказываешь не, ну, грубо говоря, там, хронометраж твоей жизни, да, а какую-то историю, что там, ну, не знаю, там, кто-то тебя страшно выбесил, представляешь, да тут вообще я до сих пор там отойти не могу, тут вот такое произошло, я там, значит, так психанула, я ему, а он мне. И вот ты задаёшь тогда другую рамку для вашего разговора, вот что-то, что-то такое личное про себя. Или даже ты можешь сказать ему про отношение к вашему общению. Слушай, мне что-то тебя прям не хватает. Вот реально скучаю, может, там, не знаю, там, в сетевую игру с тобой в какую-нибудь поиграем, ну, не знаю, что ему нравится. Можешь, один папа замечательный присылал своей дочери подростку, они живут отдельно, присылал ей каждый день сообщение, там, «Люблю тебя, моё солнышко» и смайлик. Каждый день. Через какое-то время она начала отвечать. То есть это может быть использование того языка, на котором они сейчас больше общаются. Сейчас они больше в сети, они дружат через сетевые игры, они дружат через соцсети, и, ну, часто удается наладить контакт, когда родители переписываются со своим ребёнком в соцсети, находясь в одном помещении. Если вам не хватает близости именно с вашим ребёнком выросшим, потому что очень часто, ну, раз так, вот он только что был маленький, сладенький, и тут вообще такой прям какой-то огромный, какая-то пропасть между вами образовалась. Классная тема – это как у вас было, как вы переживали подростковый возраст, какие у вас были смешные слова, каким образом реагировали ваши родители. Игры. Игры какие-то из вашего какого-то подросткового времени, и можно даже предложить такой вариант, там, ну, на слабо взять. Слушай, ну, понятно, вот когда у тебя постоянно вот этот корм информационный есть, да кто угодно вообще будет жить там и, ну, как-то сможет чувствовать себя спокойно, а ты попробуй убрать вот этот цифровой мир. Вот давай прям я уберу свои гаджеты, ты уберёшь свои гаджеты, и мы так поживём три дня. Очень хорошо, если вы не будете использовать подростковый сленг. Потому что бывает такое, ну, вот прям с переборчиком, когда родители, стараясь как-то установить контакт и близость, они пытаются прочитать, значит, как сейчас говорят подростки, пытаются говорить на их сленге. Это создаёт обычно очень большую неловкость и ставит родителя в ситуацию, знаете, вот как бывает, когда самый популярный ребёнок есть в классе, и самый непопулярный пытается с ним как-то задружиться. Вот примерно вот так вот это вот всё выглядит. Классный лук, чел. Да. Чего ты сказал? Классный лук, чел. Лук, чел. Лук – это, ну, образ, стайл. И так не говорят они сейчас. А уже, 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 антистайл, Саша. Когда дети начинают говорить крайне односложно, это когда стоит им раскрыться, то есть они начинают что-то рассказывать, например, про друга, что у них какие-то сложности в классе, и ему начинают его оценивать и давать советы. То есть он, например, рассказывает, что вот я вышел там к доске и хотел, чтобы Петь ко мне подсказал, а он в это время там надо мной ржал, и мне поставили трояк, и в этот момент вдруг родитель из друга превращается в такого «А почему ты не приготовился? Разве можно было на Петю рассчитывать? Ты должен был сам знать, и нечего сейчас на него обижаться. Нормальный друг, он просто хотел, чтобы ты…» Всё, вы потеряли его где-то на фразе «Надо было хорошо готовиться самому». Во всех разговорах с подростками вам важно помнить, что для них сейчас самая главная задача не быть самым послушным, замечательным ребёнком, прилежным учеником и лучшим другом мамочки и папочки, а для них задача стать отдельной социальной единицей, понять, какой он как личность, установить социальные контакты со сверстниками. И это специально отведённое время для того, чтобы человек этому научился сделать. Только в подростковом возрасте он может понять, как правила взаимоотношений устанавливаются в группе, кто тут лидер, кто не лидер, а что такое быть девушкой, что такое быть парнем, а что такое начинать отношения. И если в это время человек сидит дома, слушается маму, играет на скрипочке, то потом в 30-40 у него возникают большие проблемы с отношениями. Ну, как правило, конечно, бывают исключения, да? Но, как правило, это происходит так. Поэтому, если ваш ребёнок отдаёт предпочтение общению с сверстником, со сверстниками они с вами, отлично, прекрасно, замечательно, у него есть друзья. Если учёба для него не самый важный приоритет, отлично, замечательно, у него всё идёт в соответствии с возрастом. Как мне понравилось, один коллега сказал, если у вашего ребёнка его держат в школе, ну, то есть его не выгоняют, и у него в целом положительные оценки, есть хотя бы один любимый предмет и хотя бы один близкий друг, то с ним всё нормально. Новосибирск. 106,2 FM